Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы! Мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Леле Быковой. Ну что ж, ребят, перед тем, как перейду к обзору, хочу сказать, у нас вторая круглая дата. Недавно только отметили годик каналу и теперь нас ровно 14 тысяч и небольшой хвостик. Хочу еще раз отдельно поблагодарить за ваше внимание, за ваше тепло, поддержку моего канала и, конечно, ваши комментарии. Что хочется сказать? Ребят, даже если я их не лайкаю, я всегда все читаю. Не всегда просто успеваю. Заход на стрим будет в несколько частей. Почему, ребят? Ну не могу, во-первых, сразу столько времени выделить, посмотреть 2 часа. А во-вторых, наверное, нервы все-таки где-то не выдерживают в шоке от вот этого какого-то, знаете, какой-то лжи, какой-то изворотливости и где-то даже подлости. Почему подлости? Потому что человек все-таки в своей жажде развести кого-то на деньги не останавливается ни перед чем. И самое страшное, как она засирает масса во всех и вся. Но сейчас обо всем и поподробнее. Первое, что меня впечатлило, это, конечно, наконец-то Лёля выспалась. Да, случилось, свершилось, Лёля отдохнула. И вы знаете, ребят, становится настолько смешно по той простой причине, что у тебя 2 помощницы. На хоздворе у тебя точно так же помощник. Отчего она не высыпается, я не представляю. Вы знаете, я бы еще понимала, если бы все 8 детей у нее были возраста Якова или Матроны, но тогда еще хоть как-то было бы понятно. Есть, да, 8 детей. Четверо из них уже достаточно взрослые. То есть они, в принципе, находятся сами с собой. И маленьких только 4 ребенка. Из них, например, 2 девочки достаточно, да, такие постарше. То есть они точно так же могут взаимодействовать друг с другом. Остается и Яков, и Вероника. И Лёля, и здесь упаханная. Уже 2 помощницы. Света приезжает, убирает. Что тебе не хватает? А потом выяснилась проблема в том, что Лёля очень устает. От чего устает, ребята, теперь понятно стало. Лёля ролики может перезаписывать по 2, по 3, по 5 раз. Потому что подводила ее микрофон, и она жлобилась, да, потратить на это деньги и купить его. И хотелось сказать, Лёль, что-то долго ты тянула с микрофоном. Нужно было изначально объявить хомякам донат на микрофон, и проблема была бы решена. Но как можно так непозволительно тратить свое время? Тратить свои какие-то жизненные ресурсы на то, чтобы по 2, по 3, а то и по 5 раз перезаписывать один и тот же ролик. Ребят, но согласитесь, глупо и смешно. То есть, если ты понимаешь, что Ютуб тебя кормит, Ютуб тебя содержит. Скажем так, микрофон – это необходимость, да, твоя блогерская. Как можно было его не купить, чтобы потом бегать, как идиотки, один и тот же ролик перезаписывать. Где в этом логика? И вот, оказывается, куда уходит все Лёля на время. А мы-то недоумевали, от чего она устает. От этого она и устает. Поэтому необходим мамке отдых. Вы знаете, ребята, я насмотрю на это все, вот этот цирк, и не перестаю удивляться. Особенно, да, когда Лёля переходит на тему своих закупок и продуктов. И начинается. Если вы не видите, как я покупаю детям фрукты и овощи, и бла-бла-бла. Это не говорит о том, что этого нет. Мы каждый день закупаемся. Вы знаете, ребят, вот смотрю на нее и думаю, как можно себе позволить, имея такое количество детей, живя за городом в деревне, каждый день кататься в магазин. Для меня это действительно за грани. Во-первых, представьте, сколько тратится времени. Второе, да, расход топлива. А это тоже деньги. На секундочку, каждый день на покатушке. Даже через день смотаться на покатушке. Это опять-таки амортизация и износ машины. Для чего это все дело, для меня непонятно. То ли Лёля валит от дома, чтобы отдохнуть от детей. Ну какая причина, да, ездить каждые два дня в никуда. То есть заехал, ну как минимум, да, взял того же Сергея Петровича. И ты можешь затариться на 2-3 недели вперед. Забить машину продуктами и привезти. Но в случае с Лёлей, она не идет, да, не ищет легких путей. Она идет конкретно тяжелым путем через день на покатушке. И потом еще жалуется, что что-то, кто-то где-то ей предъявил. Конечно предъявил, потому что, простите, но когда ты кричишь, что ты устаешь, у тебя сутки не резиновые. Ты не отдыхаешь и тратишь при этом каждый день минимум 2 часа времени на закупку продуктов. Как-то непонятно. Согласитесь, эти 2 часа можно просто полежать и поспать. То есть, если ты находишь на кого оставить Веронику, правильно, на 2 часа, чтобы поехать в супермаркет, точно так же ты можешь эти 2 часа просто оставив ребенка на помощниц, лечь, поваляться и поспать. Но это сделал бы, да, умный человек, у которого все логично и как-то по полочкам. А так как у Лёли в голове хаос, ну поэтому и полочек этих нет. И опять-таки к теме микрофона. Вы знаете, когда человек сидит и ноет, какой он дорогой, тоже для меня странно. Ты на этом зарабатываешь, с помощью этого ты содержишь свою семью. Не поедь на волосики, не поедь на ногтики, не сделай бровки, а купи то, что тебе необходимо. Опять-таки, ребят, никто не сможет себе позволить бегать переписывать один и тот же ролик по 2, по 3 и по 5 раз. Потому что время, один из самых ценных ресурсов в нашей жизни, да, именно время. Ну у Лёли время не вагон и маленькая телега. Почему? Потому что все все делают, но Лёля в кадре. А раз Лёля в кадре, значит она центральное лицо. То есть она весь пахарь и труженик. Далее, ребята, мне очень понравилась фраза «мы покупаем, мы закупаем». Я так понимаю, что Лёля теперь говорит о себе в множественном числе. Теперь она стала не она для себя, не я, а мы. Вот так вот она растет. Следующий момент, да, который меня тоже поразил. Как в такой большой семье нет никаких запасов продуктов? Но согласитесь, нет запасов макарон. То есть она жаловалась на стриме, что ей пришлось брать дешевые макароны. Ребят, скажу так, если в моей семье их не едят, вот не будут есть такие макароны, я их даже не буду покупать, потому что я знаю прекрасно, что их просто никто не поест. Я их просто выкину с собакам. И смысл этой покупки, это опять-таки, да, просто потратил деньги. Поэтому всегда и есть запас макарон, крупы какой-то, да, сахара, какие-то даже консервы. Потому что если вдруг ты не успеваешь выскочить в магазин, твоя семья не останется голодной. Опять-таки есть в мешках картошка, которую, да, точно так же достал, почистил, и вот тебе гарнир готов. Но в случае с Лёлей, то есть сидит, да, и жалуется о том, что пришлось есть дешевые макароны. Лёля, не пришлось бы, если бы ты была действительно мамой и рациональной хозяйкой, у которой был бы запас. И, кстати, ребята, ну запасы есть у всех. Только в случае с Лёлей этих запасов нет. То есть такое ощущение, что она, например, покупает исключительно на один раз. Купила, поели и до свидания. И, кстати, действительно, вот смотришь объем ее покупок и понимаешь, что на такую большую семью, тем более, где помимо детей еще четверо взрослых, эти закупки просто смешны и ни о чем. Далее, ребята, конечно, Лёля перешла на тему своего хозяйства и начала застирать людей. Вот здесь это опять очередная ее фишечка, где Быкова рассказала о том, что, да, у нее все эко, у нее натуральное. Хотя, когда она только переехала, ей бедняги обрывали телефон и предлагали всякие химозные добавки. Она не как все здесь, да, то есть, ну, получается, вы все Г, а я одна Робин Гуд. Все растят как? На два сарая. В одном сарае для себя, в другом сарае на продажу. Вот здесь, ребят, в очередной раз Лёля, во-первых, пробила дно, а во-вторых, открыла для меня Америку. Что люди все, да, вот растят именно по этой схеме, очень многие с ее слов, а она именно за натуральную пищу. У нее как раз экопродукция. И в очередной раз стало смешно. Во-первых, да, как ты можешь кричать за всех, ты что, ходила по чужим дворам и видела, кто что как растит. Во-вторых, ребята, уже я не поверю в то, что прям все поголовно вот по такой схеме растят. Я живу в деревне и вижу, как люди растят животных. Я сама ращу животных. Я наблюдаю за другими блогерами. Но только одна Лёля кидает говно свое собственное в чужих людей, абсолютно ей незнакомых. И утверждает, да, что вот она все делает по феншую, а все именно на химозе. И опять-таки, да, как-то для меня это странно и непонятно. Опять-таки, какой-то приехала к ней женщина и сказала о том, что, значит, ее сосед разубеждал покупать ее у Лёли продукцию. Сказал, что она у нее пальмовая, потому что Лёля продает на 100 тысяч рублей в месяц сыра. И это опять-таки очередная ложь, да, как с вот этой темой индюка. Почему? Потому что, ребята, ни один человек, который сталкивался с коровами, не поверит, что Лёля может на 100 тысяч в месяц продавать реально продукции. Видя количество ее молока, то есть кто держал хотя бы одну корову, понимает, что это молоко ни о чем. И там 100 тысячами просто даже не пахнет. Но Лёля конкретно кричит, да, что ее в этом обвинили. И чтобы отбелиться от этого всего дерьма, якобы сказанного, она перешла на тему соседей. И вот опять-таки я на коне, я в фермера играю, а вы все отстой химозой кормите. Вот так вот, ребята, это все выглядит именно для Лёли. Далее, конечно, ребята рассказали о том, что у нее вагон и маленькая тележка именно на ее продукцию. За индюка ей телеграмм оборвали, но друзья приехать не смогли. И вот интересно, если ты так хотела продать, почему же ты не воспользовалась собственным телеграммом, где тебе оборвали, да, его с целью купить индюка. Нет, Лёля решила категорично съесть его сама. И опять-таки, если, как Лёля утверждает, у нее такие колоссальные заказы на молоко, непонятно, почему еще Лёля не пополняет коровники. Почему не едут новые, скажем так, участники ее проекта, новые коровы. Хомяки всегда скинутся на коров, и опять-таки, ребята, возможно, тогда бы вышло хоть как-то это все на какую-то самоокупаемость. Хотя бы с хомяков скинули, да, вот этот пунктик, зарплату Сергея Петровича. Возможно, Лёля начала бы ее оплачивать самостоятельно. И хомяки, по факту, вам было бы дешевле вложиться один раз в ее коров, и пусть бы она зарплату платила сама. Для вас бы это было выгоднее, чем каждый месяц щелкать тридцатку только Сергею Петровичу. И опять-таки, если есть гарантированный рынок сбыта, почему нет? Можно начать наконец-то на этом зарабатывать, а не иметь там 3-4-5 банок молока в день. И при этом иметь работника за 30 тысяч. Но Лёля опять-таки, как, ребята, она опять превознесла себя и сказала, что на ней большая ответственность. Думайтесь, на ней большая ответственность. Из-за того, что она фермер, на ней зарплата сотрудников. И вот здесь мне стало смешно. Хотелось сказать, вы знаете, хомяки, вы платите, а все дифирамбы Лёля поют сама себе. Никак не вам. То есть ответственность за работника и его заполежит на ней, не на вас. Заметьте этот момент. И вот смотришь на это все и понимаешь, как человек умеет себя превознести, являясь пустым местом на голом месте. Но при этом вот это вот я, завышенная какая-то самооценка, идет просто впереди Лёля. Вот это раздутое какое-то эго у нее, знаете, как у индюшки. И оно идет впереди Лёля и даже не пытается останавливаться. Вы знаете, мне кажется, она скоро от собственного самомнения взлетит. Вот она уже не идет, а просто парит. И да-да-да, у нее все, конечно, самое лучшее. Самые лучшие коровы, самое лучшее хозяйство, творог и тому подобное. И хочется сказать, Лёля, начни наконец-то развиваться. Начни самостоятельно платить работникам своим зарплату. Докажи всем, что ты можешь заработать на хозяйстве. И, кстати, интересно было бы посмотреть, как Лёля сама бы для своего хозяйства, которое очень рентабельно, с ее слов, сама закупила бы кормовую базу, сама купила бы зерно, заплатила зарплату Сергея Петровича. Все перестройки, достройки, все сделала за собственный счет, за рентабельность со своего хозяйства. А так, ребята, выглядит это, конечно, очень смешно и, по меньшей мере, как-то глупо. Далее, конечно, Лёля рассказала о том, что будет и дальше развиваться. Скоро осталось, вернее, у нее месяц собрать на отопление. Поэтому надо максимально активироваться. И здесь хотелось сказать, Лёля, сотку ты уже собрала. Ты еще даже не знаешь суммы и туго, а хомяков продолжаешь стричь и кричать «дайте деньги». И обратите внимание, она бьет до победного, до зеленой полосочки. Но если посчитать все перечисления на карту, сотка уже там спит, ребята, глухая. Но так как хомяки не думают, они не сведущие в этой теме, она продолжает их долбить на тему собственного отопления. И рассказывает, конечно, как оно необходимо. Ну и пошли комментарии хейтеров на мейла, тебе на тепло. Да-да-да, щелкайте, Лёля, на тепло. А следующая написала, на зло хейтерам буду слать. Обязательно на зло хейтерам шли. Главное побольше. Прекращай есть, пить, оплачивать коммуналку, одеваться, обуваться. На работу пешком ходи, здоровее будешь, воздухом дыши. И все отдавай Лёле. Ведь ей так необходимо еще кучу всего сделать. Ну, ребята, вот так выглядела для меня первая часть. Продолжение следует. Пока я прощаюсь со всеми. Пока, до новых встреч. Продолжение следует.